Напомним, конфликт в Локтевской центральной больнице назревал не один месяц. Сотрудники были недовольны убитой техникой, плохими условиями работы и маленькими зарплатами. Сегодня мы связались с представителем коллектива, которая рассказала, что перемены грядут. У нас начались небольшие изменения. У нас вывели машину, новую машину скорой медицинской помощи на линию. Также у нас написана и подана заявка на медицинскую одежду скорой помощи. Также сегодня состоялся переезд фельдшеров и медсестер в другое помещение. Ни капли, ни я, ни мой коллектив не жалеет, что мы обратились в СМИ. Мы поступаем по совести, как нас учили. Однако водителей в другое помещение, по словам Анастасии, пока не переселяют. И когда будет ремонт, неясно. Напомним, череда недовольств началась больше года назад. Так депутат КЗС Павел Митрофанов в начале прошлого года уже посылал запрос в Минздрав и правительство края. Неоднократно ко мне обращались жалобами специалисты среднего звена больницы. А я затем делал запросы местному прокурору о несоответствии должностных инструкций с обязанностями, что является явным упущением в работе главврача. Жалобы на Пратчикову поступали и в местные органы власти. Представители ведомств заверили, деятельность главврача держит на контроле Минздрав. Однако недовольства продолжали поступать и дальше. И в январе 23-го конфликт достиг своего пика. О ситуации в больнице узнал весь край. Работаем и с одной, и с другой стороной. Вроде как договариваемся, ищут друг друга. Знаете, как дипломатия. Мы обязаны договориться. Это корпоративная культура определённая. Должна быть сформирована. К сожалению, всё это вымылось. Одна из лучших больниц Алтайского края в прошлом сегодня в таком состоянии. Комиссия выезжала в Минздрава, дала рекомендации. Ориентир дал им на апрель. Вот, по крайней мере, по срокам, когда приедем уже с проверкой, насколько они реализовали наши рекомендации. Подвижки в сторону лучших условий для сотрудников больницы начались. Никаких репрессий в сторону коллектива не последовало. Но мы, в свою очередь, продолжим следить за событиями в Локтевском районе. Юлия Щепина. День с толком.